Сегодня все, что выпало за ночь, еще и растает. Хорошие новости, ничего не скажешь. Но мы будем говорить о природе и дальше, правда, уже в другом аспекте, в рубрике «Зеленая среда». Максим Галанин уже рассказывал нам, от каких привычек и предметов быта нужно отказаться, чтобы вести так называемый экологичный образ жизни. А сегодня речь пойдет о предпринимательстве, которое можно вести таким образом, чтобы обогатить не только себя, но и окружающую среду. Смотрим. В рубрике «Зеленая среда» много уже было сказано о том, как изменить свой ежедневный быт и привычки, чтобы сделать их более экологичными. Здесь и сортировка мусора, и отказ от полиэтиленовых пакетов, и полиэтиленосодержащие косметики, и экологические элементы в строительстве, и многое другое. Сегодня мы поговорим об экологическом предпринимательстве. Может ли бизнес приносить не только деньги, но и прямую пользу окружающей среде? Может. Об этом хорошо осведомлены семь предприятий, соперничавших за титул самого экологичного предприятия года. Первым делом мы ознакомились с деятельностью победителя конкурса прошлого года компании Estonian Energy Service Company. Наша фирма помогает своим клиентам снижать расходы на энергию и добиваться лучшей прибыльности. В новых строениях важную роль играет стоимость инвестиций, а мы в основном занимаемся уже готовыми зданиями, где имеются проблемы внутреннего климата, потери энергии и сопутствующие этому неудобства. Это важный аспект для владельца бизнес-недвижимости. Мы помогаем снизить расходы на энергию в среднем на 30%. Один из наших клиентов за год сэкономил 32 тысячи евро. За 4 года существования наше предприятие помогло избежать выбросов в 18 тысяч тонн углекислого газа. В этом году фирма Айвро Уттера снова попробовала повторить свой успех, но не смогла. Самым дружелюбным к окружающей среде предприятиям был назван производитель матрасов Baltic Fibers Oil, который в производстве использует на 100% возобновляемую энергию и передает остатки текстильного производства на производство игрушек. Среди самых экологичных оказался и бренд пищевой продукции, который не только продает свои товары, но и помогает продвигать на рынке Эстонии и других стран экологичную пищевую продукцию разных эстонских предприятий. Недавно проведенное ООН-исследование в области сельского хозяйства говорит о том, что урон, который наносит окружающий среде обычное производство, составляет 170% от цены товара. То есть, если мы возьмем в магазине какой-то товар по цене 1 евро, то с учетом вреда для экологии он должен был бы стоить 2,70. В производстве экологической продукции учитываются разные аспекты, наносящие экологии вред. Например, не используются пестициды и другие химические вещества. Сельское хозяйство само по себе не вредит почве. И если говорить о пчелах, то, как многие уже слышали, по всему миру пчелы массово гибнут из-за использования сельскохозяйственной химии. Своих партнеров мы выбираем из числа ответственных и экологичных предприятий. Мы пользуемся упаковкой из переработанной бумаги с нетоксичной печатью. Мебель у нас из переработанного дерева. Во всем процессе бизнеса мы придерживаемся принципа сохранения природы и ее ресурсов. Кроме того, мы помогаем под нашим брендом продвигать товар тем предприятиям, у которых есть специальные знания и опыт производства, но нет умения продвигать и продавать товар. Сеть магазинов по продаже товаров вторичного употребления «Ус Касутус Кескус», распространившаяся за много лет по всей Эстонии, позиционирует себя как бизнес социальной и экологической составляющей. Это предприятие уже много лет предлагает по доступной цене вещи, бывшие в употреблении, и жертвует одежду и предметы быта малоимущим семьям. Если мы выбрасываем какую-нибудь вещь, то, закрывая крышку мусорного ящика, мы избавляем себя от мысли о том, что будет с ней в дальнейшем. Для нас эта вещь перестала существовать. Цель нашей фирмы заключается в том, чтобы найти всем вещам новое применение и дать новую жизнь тому, что еще целое и вполне может кому-нибудь пригодиться. Таким образом мы сокращаем объемы мусорных свалок Эстонии. Нам удается продать около 20-30% того, что к нам попадает. Кроме того, мы помогаем нашим партнерам. Театры и студии записи кино и рекламы получают вещи для реквизита. Ремесленники получают сырье для производства текстильной продукции. Также разные организации социальной опеки и ночлежки берут вещи для того, чтобы передавать их нуждающимся и многодетным семьям. В список семи из самых дружелюбных к природе предприятий Эстонии вошли также Тартусский центр экологического образования, компания Estonian Cell, которая производит биогаз из отходов человеческой жизнедеятельности и параллельно чистит сточные воды, сливаемые в море, а также производитель энергоэффективного уличного освещения Ситинтел. Достойную конкуренцию этим предприятиям составила компания Amplir Bikes, которая производит электробайки. Деньги на свою деятельность эта компания нашла благодаря интернет-платформе по поиску инвестиций Fundwise. Такой электрический велосипед – это хорошая альтернатива автомобилю. Это не мопед, он не будет работать за вас. Он просто помогает вам ехать и усиливает мощность, если вам приходится активнее работать ногами. Например, когда вы едете в гору. Мы надеемся, что эти велосипеды помогут отказаться от автомобиля в первую очередь тем, кто хотел бы вести более экологичный образ жизни, но не готов ездить каждый день на работу на обычном велосипеде. С помощью приложения можно проверить заряд аккумулятора, настроить мощность мотора, если, например, хочется активнее самому крутить педали. Ну что ж, уважаемые телезрители, теперь мы знаем чуть больше не только о том, как жить экологично, но и о том, как вести бизнес, использовать для природы и общества. Мы желаем будущим предпринимателям найти интересные концепции и суметь совместить бизнес и бережные отношения к экологии. До встречи в следующую среду!